Регулировка с помощью термостатического клапана Давайте рассмотрим еще один вариант Он похожий чем-то с термоголовкой И называется он регулировка с помощью термостатического клапана Вот термостатический клапан Что он из себя представляет и как он работает Это как видите тройник Со всех трех сторон у него есть резьбовые соединения И работает он по принципу Если смотреть вот по этой схемке Практически они все одинаковые Немножко отличаются потоками Но принцип один и тот же То есть по красной сюда у нас входит горячая вода То есть непосредственно от котла подающий трубопровод Сюда у нас подключается с обратного трубопровода То есть холодный уже отработанный теплоноситель И здесь он перемешивается И подается уже непосредственно в систему отопления За счет вот этой головки Можно регулировать температуру выходящего теплоносителя Что у нас получается Когда у нас соединяется подающий и обратный трубопровод При достижении той температуры Которая контролирует вот эта головка У нас может перекрыться подающий трубопровод И браться только с обратки Как остывает теплоноситель У нас приоткрывает еще и подающий Вот таким вот образом он регулирует температуру И подает теплоноситель только той необходимой температуры Которая нужна вам для отопления самого гаража Что здесь еще может добавить То есть какой небольшой продвинутый способ То что вместо вот этой головки Еще может стоять электропривод И за счет уже датчика температуры Который будет стоять в гараже Он открывает либо закрывает электропривод И уже в автоматическом режиме Может вам регулировать подачу теплоносителя в гараж Здесь недостаток какой Опять же если без электропривода Вам необходимо вручную Выставлять ту температуру Которая вам нужна Это первый недостаток Второй недостаток Что у них ограничены по температуре Как вы видите Вот здесь вот Есть в основном Это от 40 до 65 до 70 градусов Температура теплоносителя контролируется И последний вариант Я вам рассказываю все варианты Те которые я использовал сам Которые работают в самом деле на практике Последний вариант Я его назову продвинутый Ну не совсем продвинутый А для тех людей Которые никогда этим не занимались Он будет более сложным Почему? Потому что там будут уже участвовать электронные приборы Давайте посмотрим Что он из себя представляет В последнем варианте Давайте сперва рассмотрим Каким образом мы будем реализовывать Свой проект По регулировке температуры Значит В гараже Нам необходимо Обязательно поставить Датчик температуры Здесь уже Выбирать вам То ли Будет он Мерить вас Температуру воздуха Либо Температуру теплоносителя Это абсолютно без разницы Сейчас я вам объясню Потом покажу Уже на фотографиях Что из себя представляет Какое оборудование Вот Датчик температуры По проводной системе Заходит в дом То есть Где нибудь в доме Устанавливается Электронный прибор Который Будет принимать Сигнал От датчика температуры И сам непосредственно Прибор Потом Выдаёт сигнал На Электроклапан С электроприводом Так называемое ПИТ регулирование Чтобы не Загружать вам Мозги Скажу По простому Электропривод Плавно Будет у вас Открывать И закрывать Своего рода Заслонку И естественно Плавно Будет подаваться Теплоноситель Для чего Это нужно Очень хороший Вариант В том случае Если вам Необходимо Поддерживать В данном случае В гараже Точную температуру Например вам нужно 20 градусов Плюс-минус 1 градус То Этот вариант Очень хороший Почему Потому что Многие используют Вот такие Удаленные Объекты Помещения Для каких-то Своих Бизнес-целей То есть Кто-то Хранит там цветы Кто-то Хранит овощи И необходима Определенная Влажность И определенная Температура В этом случае Вот эти Приборы Со своими И задачами Справляются Они также Есть различные Не просто Регулировка По температуре Но есть И с таймером То есть По времени Можно задавать По дням По неделям По месяцам Можно выставлять Температуру И он будет В автоматическом Режиме Вам поддерживать Ту температуру Которая Необходима Ну и давайте Разберемся С тем Оборудованием Которым Вам понадобится Для реализации Именно Вот этого Проекта Первое Что Вам понадобится Это датчик Температуры Датчиков Температуры Очень большое Великое Множество Поэтому Чтобы Вы Немножко Понимали О чем Идет речь И суть Я выложил Вот такую Фотографию Это термосопротивление Бывает Вот Эта часть По длине Тоже бывает Разное Как видите И вот здесь На картинке Вот эта часть Вставляется В трубопровод По которому Течет жидкость И он уже Контролирует Температуру Вот таким вот Образом Выглядит Один из датчиков Который может Мерить Воздух Вот этот Датчик Тоже самое Вкручивается В трубопровод Но чаще всего Они и подешевле Я использую Вот такие вот Датчики Температуры Они самые Простые И вот такой Хромкопель Это сплав из двух металлов И он также Подключается Либо по двух Либо по трехпроводной системе Обычно Вот такой датчик Я креплю На трубопровод Либо просто Подвешу И он у меня Мерит температуру Вот такие вот Датчики Стоят От 200 до 300 рублей Сами понимаете Что это Невеликие деньги После того Как вы установили Датчик Температуры В гараже Вы тянете Провод Уже непосредственно В дом И там идет Подключение К электронному прибору Значит Прибор Который будет Контролировать Температуру И управлять Уже Кокпит Регулятор Их тоже Очень большое Множество Ну я уже Работаю лет Семь С приборами Производственного Объединения ОВИН Это Москва Наши российские Производители Отказов этих приборов Практически Не было То есть У меня попадалось За это время Один или два Которые не работали Но опять же У них есть Гарантийные службы И без всяких проблем Они ремонтируются В данном случае Я взял Прибор ТРМ10 Он именно С ПИД-регулятором Чем они хороши У него Универсальный вход То есть Любой тип датчика Может к нему Подключиться И потом Программируется Сам тип датчика Необходимо Подключиться К трем клеймам Три провода Один будет Общий провод И два Которые будут Включать Электропривод Либо больше Либо меньше Вот таким вот Образом Выглядит Настенный Прибор Их несколько Типов размеров Давайте посмотрим Какие еще бывают Вот так Выглядит Он называется Щитового Исполнения То есть Лицевая панель Остается наружу И вот эта вот Часть уже Она спрятана Где-то В щите управления То есть В шкафчике Вот тоже Щитового Исполнения Но уже Как видите Панель Здесь побольше Она квадратная И те же самые Кнопочки Та же самая Маркировка То есть Ничем не отличается Только вот Такого Типа размера Ну здесь уже Плюс этого Прибора То что у него Есть съемные Клемники Удобные Для монтажа И демонтажа Данного Прибора Ну и после того Как Вы уже Установили на стенку Либо Установили куда-то В щит управления В какой-то В шкафчик Свой прибор Вам необходим Еще Следующий Так называемый Исполнительный Механизм Который будет Управлять Подачей Теплоносителя В систему Это будет Уже Вентиль Электроприводом О Подключении К прибору Каких-либо Проводов Я расскажу Чуть попозже Сейчас давайте Посмотрим Сам вентиль Электроприводом Вот так вот Выглядит Вентиль Который Вам Необходимо Будет поставить На Подающий Трубопровод И вот таким Вот образом Уже Крепится Электропривод На этот Вентиль Который Будет Вам Приоткрывать И Призакрывать Подачу Теплоносителя В систему Отопления Здесь Под клейной Коробкой У него Должно Быть Три Вывода Я думаю Вы разберетесь Под номерами Например Один, два, три И какой-то У них Будет центральный Общий Провод И какой-то Будет написано Больше Либо Меньше Этими Тремя Проводами Вы Соединяйтесь В электроприводе И эти же самые Три Провода Соединяйте На Выход В приборе В зависимости От заданной Вами Температуры Автоматически Поддерживать Данную Температуру Ну и теперь Поговорим о том Как подключить Данный прибор Для того Чтобы у вас Ваша система Работала Обычно На всех приборах С задней стороны Есть вот такая Вот схемка Каким образом Подключать Как мы видим Первая и вторая ножка Мы подключаем Сеть 220 вольт Я думаю С этим все понятно Выход Дальше Вот Один Два Три Это Третья Четвертая И пятая Ножка Здесь мы Подключаем Один Общий И Два Больше И Меньше И Одиннадцатый Десятый И Девятый Если По Трехпроводной Подключается Здесь Показано ТС И Подключим По Двухпроводной Системе Это мы Подключаем Одиннадцатую И десятую Ножку Как видите Ничего сложного Здесь нету После схемы Здесь рядом Есть Вот Клейм Подключаем 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 Двухпроводной 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 Двухпроводной